Привет! Меня зовут Илья Гришин, я руковожу к системе ВКонтакте. И со мной мой коллега. Привет! Я Мишель Хачев, я руковожу продуктовым дизайном и занимаюсь также дизайн-системой. Сегодня наш доклад будет о дизайн-системе ВКонтакте, о том, что мы строим, как мы строим нашу экосистему, как это все работает изнутри. Ну, поехали! Для начала немного расскажем о команде. На самом деле у нас довольно большая команда, у нас 24 дизайнера, у нас на самом деле целая куча разных направлений. И если вы вспомните, как выглядит ВКонтакте, то привычнее всего для вас будет именно то, что в нем есть. Это мессенджер, друзья, это истории и совершенно куча разных продуктов. Но на самом деле во ВКонтакте гораздо больше всего. И то, что, как правило, скрыто от лица обычного пользователя, это и маркетинг, и экосистема, это наши мини-приложения, это различные разделы, это и разные наши продукты, типа покупок и всего прочего. Мы рассказали о команде, давайте перейдем коротко к тому, чем мы занимаемся. И, собственно, расскажем о дизайне. Начнем с простого примера, с обычного походного рюкзака. Когда вы собираетесь в поход, вы собираете кучу вещей, берете с собой палатку, берете с собой спальный мешок, берете с собой фотоаппарат и все прочее. А затем вы эти независимые части как бы складываете в единый рюкзак, который поможет вам этим тем делом заниматься в походе. И вы просто идете дальше. На самом деле это легкое олицетворение того, как работает дизайн-система. Вы берете изолированные друг от друга элементы, а потом собираете в единый продукт и дальше просто рассказываете о нем. И вспомним немного, как выглядел ВКонтакте раньше. У нас есть несколько разных платформ. Это iOS, это Android, это Web, это мобильный Web. И если взглянуть на наши интерфейсы по-разному, раннее время Android очень сильно походил на стандартные интерфейсы Android. А iOS выглядел все так же более похожим на интерфейсы своего iOS. Поэтому эти интерфейсы выглядели максимально друг от друга по-разному. Если взглянуть на приложение, это выглядело как совершенно два разных приложения. Какие вообще у этого проблемы? Это платформенная преемственность. Мы очень много смотрели на то, как выглядят интерфейсы у себя внутри конкретной экосистемы. Мы старались больше походить на конкретный UI. Смотрели на то, как это выглядит в iOS. Мы смотрели на то, как выглядит это в Android. Мы старались соблюдать их принципы. Мы смотрели на то, как это работает. Мы старались переносить оттуда все паттерны. И, соответственно, из этого возникала проблема в том, что дизайнер очень много времени уделял одной конкретной платформе. Я задумывался о том, как это работает, поэтому ВКонтакте выглядела как неотъемлемая часть системы. Но по мере роста того, что мы делаем, это приносит и другие проблемы. ВКонтакте теряет в узнаваемости. Это довольно сложно поддерживать. Это вызывает очень много проблем. Наша экосистема растет. ВКонтакте становится сильно больше, как продукт. И у нас появляются все новые направления. У нас появляются и такси, и еда, и все больше всего разного. Нам нужно как-то повышать узнаваемость. Потому что ВКонтакте все-таки на разных платформах, будь это то iOS, Android или мобильный веб, или просто веб, он все-таки должен быть похожим и бить единым ключем. У него должна быть единая коммуникация для пользователя. Это единый UI. Дизайнер должен заниматься проектированием и не сильно вдаваться в подробности конкретной платформы, но учитывать все ее особенности. При этом оставаться интерфейсом ВКонтакте той или иной системы. И поэтому недавно мы провели редизайн. ВКонтакте стал выглядеть более единообразно, при этом учитывая все особенности каждой из платформ. Вот что мы сделали для того, чтобы наш интерфейс выглядел более единообразно. Мы выделили несколько констант. И наши константы позволяют нашим интерфейсам выглядеть намного естественнее. Мы сделали собственные шрифты. Эта презентация написана нашим шрифтом VK Sans. Впозже у нас появится собственный интерфейсный шрифт, который позволит нам усилить коммуникацию экосистемы. Мы используем единые цвета на всех платформах. Наш акцент не синий. Мы используем конкретные палитры. Мы используем конкретный дизайн иконок. Они могут быть аутлайнами, залитыми. Они могут быть разные абсолютно толщины. Но конкретные выбранные метафоры и конкретная выбранная толщина, скругление и все прочее позволяют выглядеть нашим иконкам едиными во всех единых системах. Но это, конечно же, паттерны. Интерфейсы не должны разительно отличаться. Странно быть очень сильно похожим на телефонную книжку в iOS или Android и при этом различаться между интерфейсом ВК. Поэтому мы стараемся выглядеть более единообразно в разных системах. И если в головах людей ВКонтакте это все еще мессенджер, друзья и истории, то каждый раз вспоминается о том, что ВКонтакте это еще больше, чем просто ряд наших продуктов. Это еще и мини-приложения, это такси, это еще продукты. И ВКонтакте уже можно делать и покупки. За этим интерфейсы и должны выглядеть более одинаково. О том, какой фундамент мы для этого закладываем и что мы делаем для того, чтобы наши интерфейсы выглядели максимально комфортно для пользователя, расскажет Миша Лихачев. Илья, спасибо. Я расскажу про фундамент и, как ни странно, это дизайн-систему. Когда люди пытаются упорядочить хаос, они создают систему. В нашем случае это VKUI. Давайте быстренько ознакомимся, из чего он состоит. У нас есть четыре реализации, начиная с React, то есть веб-компонентов, которые мы выложили в Open Source, так и нативные реализации на Android и iOS. Отдельно у нас есть мобильная версия ВКонтакте. Все это мы объединяем через общий дизайн компонентов и общие принципы. У нас есть также технические вещи, которые объединяют все эти платформы, такие как токены, с помощью которых мы делаем светлую темную тему, и наоборот гонок. Стоит отметить, что сайт VK.com у нас находится довольно-таки отдельно, и там переиспользуется довольно-таки мало вещей. Дизайн-систему существует довольно-таки давно на рынке, и перед тем, как продолжить, хотелось бы понять, что есть хорошая дизайн-система и как оценить ее эффективность. Первое — это покрытие и используемость. Сколько ваших дизайн-элементов реализованы в разработке, и какое количество из них используется в продукте. Следующее — это экономия времени. Действительно, дизайн-систему экономит время или же больше обременяет. И последнее — это гибкость. Более сложная вещь, которая не так легко подается оценке, но гибкость необходима для того, чтобы дизайн-система не стояла на месте и могла эволюционировать вместе с продуктом. Мы с вами поговорим о реализации VK.UI на React. Хоть и большая часть приложений сделаны на нативных технологиях, что позволяет создавать супербыстрые разделы, как новости, сообщения и множество других сервисов. Но у нас есть несколько разделов, которые построены на веб-технологиях. На React. Это могут быть как и простые экраны, к примеру, редактирование профиля, управление сообществом, так и более сложные контентные разделы, к примеру, подкасты, события, желания и даже воспоминания, которые генерируют контент. В VK.UI мы создавали, чтобы создать бесшовный опыт использования нативного приложения с частями, которые сделаны на React. Реализация на React позволила нам быстро запускать и проверять гипотезы. Также стоит упомянуть про мини-приложения, которые мы создаем под отдельные события. К примеру, информационный центр про коронавирус. Там мы собирали статистику и новости, и позволяли выбрать статус. И мы его должны были запустить супербыстро. Спроектировали его за один вечер и разработали за одну неделю. И это мини-приложение появилось во ВКонтакте без обновления. Приложение в App Store или Google Play. Мини-приложение может создавать каждый. Из этого мы создали открытую платформу, где мы даем VK.UI как базовый набор компонентов, чтобы дизайнерам и разработчикам не приходилось проходить тот же путь проектирования и разработки. Таким образом, они могут быстро создавать мини-приложения, не имея даже особого опыта. Такая платформа очень быстро развилась, и у нее уже больше 20 тысяч приложений. И многие из них используют VK.UI. Получается, что VK.UI используется и ВКонтакте для решения внутренних задач, и сообществом разработчиков мини-приложений. Это дает нам новые вызовы и повышает ответственность перед нами. Собирая обратную связь, мы выделили несколько вещей, которые нам нужно было бы улучшить. Такие как документация, кастомизация, доступность. Но больше всего мы выделили отсутствие поддержки десктопа. Это запрашивали довольно-таки часто разработчики мини-приложений. Итак, разработчик создает мини-приложение, которое отлично работает на мобильных устройствах. Но что делать дальше? Переделывать его на какой-нибудь другой библиотеке компонентов, чтобы оно работало на десктопе? Это не очень хороший вариант, потому что потребовалось бы поддерживать две версии для мобильных устройств и для десктопа. Хотя, если подумать, множество вещей можно было бы переиспользовать между ними. Так мы выделили задачу поддержка адаптивности в VK.UI. Дизайн-система лучше всего развивается при появлении продуктовой необходимости. В нашем случае это был продукт VK Connect. Это единый аккаунт для входа во все сервисы мейлер-групп. Он отображается не только во ВКонтакте, но и в сети мобиля, Delivery Club и других сервисах группы. Он не должен был выглядеть так же, как наш текущий сайт. Он мог бы выглядеть сразу же более современно. Таким образом, мы поняли, что можно было бы использовать мобильный дизайн и адаптировать его под большие экраны. Мы поставили задачу не просто поддержать десктоп, потому что это довольно-таки абстрактная задача. Мы начали адаптировать каждый из компонентов нашей библиотеки под поддержку размера экрана и нового устройства ввода. И платформа должна была влиять на внешний вид как можно меньше. И чтобы это поддержать, мы сделали следующие вещи. Дизайн компонентов может отличаться в зависимости от контекста, если он находится в маленьком экранчике или на большем экране. В этом случае мы немного схитрили. Вместо того, чтобы расширять каждый из компонентов, мы добавили боковые отступы внутри группирующего компонента групп. Таким же образом мы улучшали и другие компоненты. К примеру, список действий, который на мобильных устройствах должен выглядеть во всю ширину и прибитым к нижнему краю. А на десктопах он отображался бы контекстом, отображаясь небольшой карточкой со списком действий. Дальше мы поддержали уменьшенную высоту компонентов, что позволило бы лучше взаимодействовать с интерфейсом с помощью мыши. Так как это высокоточное устройство, с помощью мыши было бы не очень удобно пользоваться большими компонентами, как на правом экране. Поэтому мы их немножко уменьшаем. Также для поддержки мыши мы поддержали ховеры, то есть состояние при наведении, и поддержали кнопки для горизонтального скролла. На мыши не так просто делать горизонтальный скролл, поэтому это общепринятый паттерн добавления кнопочки для проскролла чуть дальше. Чтобы собрать это все воедино и лучше использовать пространство экрана, мы сделали многоколоночность, с помощью которой можно отображать несколько колонок контента. И если заметите, мы также внутри правой колонки отображаем две колонки для лучшего отображения на больших экранах. Что у нас получилось? Это классический адаптивный интерфейс, который растягивается, и при изменении экрана у него пропадает правая колонка, и лучше адаптируется интерфейс. Все это стало возможным только при очень тесном взаимодействии с разработчиками. Вместе мы собирали общие принципы, как должны меняться компоненты, и синхронизировали реализацию. Очень важно, чтобы все элементы, на которых мы собираем интерфейс, были точно так же реализованы в коде и имели такие же принципы адаптивности при растягивании экрана. В основе наших интерфейсов лежат компоненты. Это универсальная и переиспользуемая сущность, которая поддерживает светлую тему, темную тему, сенсорный экран и мышь, а при адаптивности они начали поддерживать еще и разные размеры экрана. Из этих компонентов мы собираем приложения. Это довольно-таки простая структура, которая повторяется на всех наших приложениях. И важно синхронизировать, чтобы дизайн и разработка понимали каждую сущность как компонент и синхронизировать при этом их реализацию. Такой подход, когда мы собираем экраны из компонентов, позволяет нам делать такие вещи. Переключать платформенные признаки при переключении платформы. То, что мы собираем для андроида, автоматически переключается в такой интерфейс для iOS, где мы отображаем нативную иконку назад, по-другому центрируем заголовок и променяем другие детали, чтобы интерфейс был более привычным. Именно этот же подход нам позволил использовать ту же единую кодовую базу для того, чтобы отображать те же интерфейсы и на десктопе. Но следующий уровень — это когда мы могли бы использовать все те же компоненты не только на отдельном сайте, но и внутри нашего сайта, ВК-КОМ. В этом интерфейсе мы адаптируем еще и детали интерфейса, такие как закругление цвета, но функциональность остается точно такой же. И это в будущем нам позволит сделать редизайн сайта гораздо меньшими усилиями. И при этом это будет проще поддерживать, так как это будет единая кодовая база. Когда мы реализовали адаптивность на ВК-ЮАЙ, нам открылись новые возможности, так как дизайн-системы начали пользоваться все больше и больше продуктов. Если дизайн-системы раньше пользовались более простые продукты, то к нам присоединились такие команды, как реклама, которая делает рекламный кабинет, и e-commerce, которая делает управление товарами в сообществах. Вместо того, чтобы эти команды начинали делать что-то свое, когда им не хватает своих элементов дизайн-системы, мы начали более широко применять принцип контрибьюта, когда каждая команда может внести свой вклад в дизайн-систему. Чтобы понять, нужен ли этот компонент другим командам, мы применяем принцип универсальности компонента. Он может быть локальным, общим, публичным. Локальный компонент — это то, что требуется только внутри продукта. К примеру, ячейка подкаста. Следующий уровень — общий. Это когда компонент начинает использоваться не только в своем разделе, но и в других экранах. К примеру, компонент опроса, который изначально у нас появился в новостях, а потом начал использоваться в историях, трансляциях и в сообщениях. Таким образом, мы его вынесли в общую библиотеку. Но при этом он все еще находится в рамках ВКонтакте и не очень-то уж будет полезен за ее пределами. Отдельный уровень — это публичный, когда мы понимаем, что компонент будет полезен сообществу, так как мы делаем довольно-таки универсальную вещь, которая будет полезна другим. К примеру, когда команде e-commerce потребовался компонент для ввода свойств, мы поняли, что такой же элемент потребовался бы еще и рекламному кабинету. Мы их синхронизировали, наладили процесс ревью и сделали сразу же общее решение, которое сэкономило время обеим командам. Таким образом, у нас есть локальный, общий и публичный уровень универсальности компонента, в котором общий и публичный требует ревью, чтобы система не превратилась в хаос. Если все суммировать, то мы следуем компонентному подходу, в котором мы создаем интерфейсы из кубиков и переиспользуем их в других местах. Это позволяет нам быстрее расти и собирать экраны, переиспользуя уже готовые элементы, вместо того, чтобы разрабатывать их каждый раз с нуля. Все наши дизайн-ресурсы находятся в открытом доступе. Не так давно мы выложили все наши библиотеки в публичной фигме, где вы можете посмотреть, как устроено ВКонтакте и получить доступ ко всему набору иконок, реализации компонентов на iOS и Android. И сегодня мы выкладываем реализацию дизайн-системы и на вебе. Вы можете их загрузить и посмотреть, как вообще мы работаем. Также это будет полезно, собственно, и дизайнерам, разработчикам мини-приложений. Дальше я передаю слово Илье. Спасибо. И если вы все правильно поняли, ВКонтакте мы воспринимаем как большой единый организм, над которым мы постоянно работаем. И давайте для этого вернемся немного в начало и вспомним, о чем мы говорили. О том, что походный рюкзак все тот же, у которого куча разных внутренностей, изолированных друг от друга, наполняют продукт целиком и составляют большой организм, с которым вы взаимодействуете уже дальше в походе. Так и ВКонтакте. Если посмотреть на наш ранний подход, то можно добраться до простой истины. Каждый наш продукт на каждой платформе это абсолютно самостоятельный организм. Они живут в одном месте. И помимо общих единых целей находятся постоянно в поиске общих задач. Но это все еще один большой продукт. Это большой организм. Поэтому им важно и одинаково выглядеть, и переиспользовать общие принципы на абсолютно разных платформах. Таким образом и формируется продукт. Мы соединяем кубики в единое целое. Кубиков целое множество. По сути, разные платформы. Если мы будем их больше стандартизировать и делать более одинаковыми на платформах iOS, Android, MiniApps, это там веб с мышкой или он без мышки, это позволит нам их стандартизировать, делать более одинаковыми и тратить больше времени на проектирование интерфейсов, а не на визуал. На самом деле, с этими кубиками можно делать по-разному. Можно делать обычные, тусклые, разные районы и делать их одинаковыми. Можно стремиться к более красивой истории. И не забывать простую мысль о том, что удобство всегда важнее красоты. Удобный интерфейс достаточно сделать удобным. Эта экосистема растет шире. Любой разработчик и дизайнер может создать свой интерфейс, используя удобство наших компонентов, используя их в собственных приложениях. А используя возможности нашей платформы, собрать приложения. Мы формируем бесшовный опыт и проектируем нашу культуру. Создаем инструменты, которые используем мы сами, а потом используют миллионы. Так маленький инструмент, который был призван сосредоточить разницу и уменьшить энтропию, приобретает все более обширные рамки, что и позволяет создавать нам ВКонтакте. На этом все. Всем спасибо. Снова здрасте. Во-первых, спасибо Илья. Во-вторых, спасибо Миша. В-третьих, спасибо ВКонтакте, маме, Господу Богу, всем спасибо. И вот у меня прям давний свой личный вопрос, позвольте, перед всеми. Насколько я слышал, команда ВКонтакте в принципе самая молодая, там, ну пацаны работают. Ну вот Илья, ты пришел ВКонтакте вообще с пеленок практически. Словно, вот, сорян, вопрос. Команда ВКонтакте очень молодая, как вот ребята прям, кто делает большой продукт на десятки миллионов людей, прям на всю, на весь русскоязычный интернет, и не только. Каково это без какого-то большого опыта создания цифровых продуктов делать молодой командой такие монструозные вещи? Ну, у нас на самом деле уже не такая уже молодая команда, мы уже повзрослели, так сказать. Когда я приходил ВКонтакте, мне было лет 18, по-моему, но вообще команда вокруг в целом, то, какая она вообще в принципе, ребята, которые с нами работают, для них неважно, какой у тебя возраст, какие у тебя интересы, и все остальное, они просто помогают тебе вливаться, рассказывают тебе какие-то вещи, дают тебе знания, и ты смотришь на них и учишься, и это очень прикольно. Поэтому было, наверное, поначалу без опыта тяжело, но опыт ребят, которые есть вокруг тебя, они вот рассказывают тебе какие-то вещи, подбадривают тебя, очень дружественный коллектив. И ты такой, окей, прикольно, мне нравится здесь работать. Хорошо, давай от обратного. Вот в вашей молодой команде, которая на общем вайбе, там все хорошо, Алды есть? Конечно, есть. И все, у вас там нормально, контакт? Конечно, абсолютно. У нас в контакте друг с другом, абсолютно. Спасибо, Илья. Подскажи, вот ты говорил, 24 человека, и делать один продукт, это же, ну, дофига людей. Типа, как вы справляетесь? 24 дизайнера, это большой отдел. Ну, это на самом деле не только продуктовый отдел, как я уже говорил, у нас и маркетинговые ребята, они делают и видео, они рисуют наши мероприятия, их на самом деле очень немного, там буквально 4 человека. Есть ребята, которые занимаются именно нашими мини-приложениями, это целый там отдел, который мы называем хэппи-сантой, у них очень классное креативное название, они рисуют очень красивые приложения для ВК, там, типа приложение коронавируса и еще куча разных красоты. И есть именно продуктовый отдел, который занимается именно фичами вокруг ВКонтакте, то есть у нас дробление по большим разделам, там, будь то новости, истории, мессенджер, там, приложение, там, суперприложение, экосистемные какие-то продукты, и каждый занимается своими вещами. Мы все сидим рядом, сейчас, конечно, нет, но мы постоянно в постоянном контакте общаемся, и это позволяет нам делать одинаковые вещи и мыслить в одном ключе, поэтому, наверное, из-за того, что каждый занимается своим каким-то продуктом, но все сидят рядом и как-то вот живут всем одним, так и получается делать что-то единое и классное. Мы обмениваемся опытом постоянно. Спасибо, Илья. Миш, вот я заметил в презентации, там был такой блок, что очень большие важные куски своей либо дизайн-системы, либо прям кода вы отдаете на open source. Вообще, каково это, зачем, почему свои собственные наработки просто раздавать? Спасибо за вопрос. Я бы сказал, что это несколько вещей, почему мы это делаем. Первая, конечно, платформа, про которую мы рассказывали на самой презентации, дальше это укрепление нашей собственной дизайн-системы. Чем больше приложений ее используют, тем больше количество контекстов она переживает, и так мы можем посмотреть и усилить. Каждое приложение становится уникальным, и мы видим, что где-то что-то работает не очень, и мы стараемся это улучшить. Вместо того, чтобы делать множество разных решений, мы это все сводим в одно и стараемся развивать все вместе. Круто, понятно, супер. То есть это еще и вовлечение внешних людей, и как раз испытание этого самого и кода, и системы, чтобы... Окей, супер, спасибо. А вот про шрифты вы много говорили, в какой момент стало понятно, что теперь пора делать свое? Ведь до этого же жили не со своими, вообще норм. Да, просто по мере того, как время шло, ВКонтакте менялся, у него там появлялись новые сервисы, у нас уже там такси, еда, и продукты, и вот эта разность, плюсы, там кубики из дизайн-системы, которая у нас существует, там кнопки и все прочее, этого достаточно, казалось бы, но чем дальше ты выходишь и чем дальше ты выходишь за пределы ВК, в том числе в офлайн, тем больше тебе нужны эти константы для узнаваемости, для того, чтобы твой продукт, он выглядел цельно, чтобы понимали, как он выглядит. И шрифт — это очень важная история про то, как тебя узнают и как тебя читают. То есть очень долгое время наши пока еще приложения там говорят на языке Apple и робота, соответственно, на языке Андроида, и у них какой-то вот свой язык, он более системный, но в контакте он шире, у него какая-то своя настроение. Это было следствием расширения, когда поняли, что своя идентичность должна еще и через шрифт Да, 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 она должна передавать настроение и все прочее, поэтому мы в целом этим и занимаемся, в том числе сейчас. Спасибо, Илья. Давай спросим ребят, точнее уточним ребят, что они хотели спросить. По поводу ВК Кап, тем, кто прошли в финал, когда движуха будет в дальнейшем и что померчу, Даниил Крылов спрашивает. Вы как Кап, что как там? Что будет в дальнейшем? В текущей истории достаточно сложно сказать, что будет в дальнейшем, просто по одной причине все мы находимся в достаточно интересных условиях, поэтому тут приходится изгаляться кто как умеет. По мерчу у нас есть замечательное сообщество VK Кап, и у него, насколько я помню, открыта личка, поэтому напишите ребятам, они расскажут вам, что там с мерчом. Добро. Договорились. Вот, кстати, Ervomart реально дельный вопрос спрашивает. Насколько самих демотивирует команду бурления негатива после каждого большого апдейта? Это же постоянно. Что бы ни принесли, хорошее улучшение, плохое, неважно, это все равно будет негатив. Да нет, оно не постоянно. На самом деле, как каждую неделю выходят какие-то обновления, они мелкие, незаметные, или они большие и заметные. Ну, понятно, что большие и заметные обновления, они очень критически влияют на пользователей, потому что меняют их привычки, кнопки переставили, пришел домой, всю мебель переставили, что делать? И, конечно же, выливается негатив. Но первое время это было тяжеловато, то есть ты приходишь в компанию, тут вроде какие-то большие фичи, ты выкатываешь людям, казалось бы, лучше, и тут тебе говорят, ну, вот, мол, дескать, так и так. Это первое время заставляет грустить, потом как-то появляется некий иммунитет, вы понимаете, куда вы двигаетесь, вы понимаете, ради чего это делаете, потому что проходит время, и люди начинают говорить, блин, ладно, это было реально удобно, спасибо. Ответ на этот вопрос это как раз время. Время, чтобы привыкнуть, что такое случается, и время для того, чтобы люди поняли, что это действительно это такая тема. Добро, класс, класс. Еще вопрос, почему с каждым обновлением все работает хуже и хуже, навигация, баг с накладыванием текста на текст, это вообще нечто... Давай, что с текстом на текст, ребят? Вот серьезно, пора поговорить об этом. Да, Коли? Поживем, исправим. Кто спросил, кто спросил сейчас? Анастасия Рэндина. Вот. Боль. Вот пользователь живой. Что будем с текстом? Пользователь, прости, баги бывают, девайсов много. Что нужно делать, когда такое случается? Писать в поддержку, ребята. Все то, что происходит, рассказывайте нам об этом, делитесь логами с нашей поддержки, скриншотами, и ребята будут реагировать, а вы тем самым поможете нам исправить этот баг. Давайте следующий. Следующий. Так, скорее всего, вы делаете юзер-тест, мне кажется, что поиск в iOS стал достаточно сложно найти в приложении ВК из-за объединения всего в одном месте. А, ну тут, если раскрыть, ну, типа, более детально, то это про поиск в iOS достаточно сложно найти после апдейта. Какие-то гипотезы по поиску были новые, или почему вы переделали именно вот эту часть? А, окей, это, кажется, вопрос о том, что на втором экране строка поиска исчезла. Ну, это пока одно из экспериментальных решений. Мы решили уменьшить строку поиска и слопнуть ее в уконку в угоду того, чтобы приложение выглядело проще. Мы очень много следим за нашим визуальным шумом, который появляется у нас так или иначе на экране, и заодно экспериментируем с теми или иными элементами, чтобы они выглядели как-то либо менее шумно и обращали на себя внимание, либо... Спасибо, Илья. Можно уточнить здесь сразу? Ты говоришь, мы экспериментируем, это сейчас гипотеза или принятое решение про уменьшение шума и убирание поиска? Это гипотеза. Она уже подтвердилась или это просто в процессе? Это в процессе. Вот, все. Спасибо, спасибо, Илья. Вот, классный вопрос Валерия Смоп. Кстати, Валерия, спасибо тебе за большое количество вопросов. Они проходят Пашкин фейс-контроль и все твои вопросы. Как вы работаете с текстами в интерфейсе? Есть какая-то там редакционная политика или контент-дизайн-система, что-то такое? Да, конечно, мы работаем с текстами, у нас есть редактура и мы очень тесно взаимодействуем с этой командой. Извини, редактора — это отдел, который про тексты в интерфейсе? Да, мы не пытались пока это объединять в единую дизайн-систему, но мы и так уже очень близко работаем с этой командой и, например, сейчас уже перешли на процесс, когда мы отдаем макеты в фигме и они сразу же в фигме редактируют тексты еще до того, как текст попал в приложение. Так можно избежать, скажем, ошибок, когда редактор не знает, где находится этот текст, где эта формулировка используется. Когда он не понимает контекста, где это будет использоваться. Да, без скриншота. А так они в фигме начинают коллаборировать с нами и так получается сразу же крутой продукт. То есть корректоры, редакторы работают в фигме вместе с вами. Огонь. Огонь, это круто. Руслан Вовченко спрашивает. Как вы внедряли дизайн-систему в существующее приложение? Разрабы обновляли старые компоненты или только новые фигачили с самого начала? Хороший вопрос. Когда есть очень большой легоси, действительно сложно, приходится принимать сложные решения и чаще мы приходим к тому, чтобы обновлять все-таки старое, потому что если ты будешь делать только новые компоненты, то они будут использоваться только на новых экранах. И хочется мы таким образом делаем так, чтобы сразу же обновлять во всех местах, где использовался этот старый компонент. Окей, добро. Ну то есть итеративный потихонечку со старой, постепенное обновление, чтобы не было как раз революции, против которой все-таки что за... На это нужно выделять время и мы очень паримся, чтобы какие-то изменения были в отрыве в одном продукте, а в другом продукте они не обновились. К примеру, когда мы делали редизайн приложений, мы прям надолго вырубились и применяли экран и обновляли экран за экраном, чтобы приложение чувствовалось цельным. Спасибо, Миша. Тут Максим Кузнецов спрашивает, а инструментарий какой у ваших дизайнеров рабочий пайплайн? Он поменялся со временем, пока мы вышли на карантин, и он немножко изменился. Мы недавно переехали со связки скетчат Dropbox Zeppelin на Figma, и мы теперь работаем целиком там, но с карантином у нас добавились такие вещи, как бумага, и раньше была бумага с ручкой, это понятное дело. Сейчас мы чаще используем мира, чаще мы используем всякие вещи для того, чтобы ноды рисовать, MindNote, например, ну и в мире в том числе это делаем, и в целом кажется, ну там Dropbox Paper для того, чтобы пописывать какие-то вещи в том числе. Кажется, все, вроде ничего не забыл. Получается так, да? А, ну и самописные плагины для Figma, которые мы там внутри пока держим. Самописные плагины для Figma, это интересно, кстати, на заметочку, можно у ребят, у вас же, наверное, есть какой-то свой ресурс дизайнерский, где можно, я просто помню страницу бренда, например, там ресурсы, ты можешь посмотреть, есть ли что-то подобное открытое? У нас сейчас есть дизайн-система, которая в открытом доступе, можно найти ее по ссылке, она в презентации была, Figma slash собака VK, и там ее можно найти. Все скетчи, все скетчи и Figma файлы можно, то есть вы можете... Нет, все дизайн-система. А, все дизайн, еще больше, вообще, качай, можно сдавай себе ВКонтакте. Любой экран можно собрать. Огонь, огонь. Спасибо, Илья, спасибо, Миша, спасибо всем зрителям.